Смерть на дороге. Митсубиси Делика ехала со стороны уссурийска в Боневурово. На нерегулируемом перекрестке предположительно решила проскочить на запрещающий сигнал светофора. В это время в том же месте из Хабаровского Владивосток двигался Лексус. В итоге жесткое столкновение. Мужчина в не скончался на месте ДТП. На амбулаторное лечение отправлены водитель и пассажирка Лексуса. В тот же день на улице Советской водитель на автомобиле ГАЗ не выдержал боковой интервал с попутным транспортом и столкнулся с Маздой. У машин царапины, у людей испуг. Авария на Владшоссе. Мужчина-новидцы ехал на улицу Стаханово. Начал поворачивать налево на нерегулируемом перекрестке. При этом не стал уступать Тойоте Марк 2, которая двигалась во встречном направлении в сторону Московской. В результате ДТП пострадал водитель хэтчбека. У него сотрясение мозга, травмированные запястья и кисть руки. Беременная женщина-пассажир пострадала в ДТП на Междуречье. В районе 39-го дома на Францево водитель Дайха Цумира пренебрег правилами и на перекрестке равнозначных дорог столкнулся с Тойота Пассо. У пассажирки-зачинщика аварии. Ушиб стенки живота и угроза преждевременных родов. Отправлено на амбулаторное лечение. В хэтчбеке пострадавших нет. Врезался в дерево в районе Полушкина 65 мужчина на Митсубиси Фуса Кантер. Во всем виновата скорость. Водитель и автомобиль не пострадали. А вот растение не выдержало натиска железа. И снова дерево в сводке происшествий и в тот же день, что и в предыдущем ДТП, только часом позже. Мужчина на Сузуке Джимни ехал в сторону Урицкого. На пути возникла опасная ситуация, но скорость дала о себе знать. Пришлось резко уворачиваться. Итог – съезд с дороги. На этот раз растение оказалось непреклонным. А вот автомобилю теперь требуется длительный ремонт. Как и водителю лечения. С ушибом головы и грудной клетки его отвезли в больницу. На улице Карбышева пострадал подросток-пешеход. К слову, переходил парень дорогу не по зебре. И тут на большой скорости ехала Тойота Сусит. Водитель не смог вовремя затормозить. У мальчика пострадала лодыжка. Лечение амбулаторное. У машины серьезно повреждено боковое зеркало.